Здрасте, это Игнат Шипица, автор и создатель проекта Дипломат. И это первый пилотный выпуск нашего лампового подкаста, в котором мы будем говорить. Вообще, в принципе, идея подкастов, которую я планирую записывать, будет заключаться в том, что мы будем разговаривать о вещах, которые на ютубе выходить не будут по тем или иным причинам. Но эти вещи достаточно важны и нельзя просто их впихивать в какой-то пост в телеграм-канале. Подкасты, поэтому хороший выход для тех, кому реально интересно. Люди всегда найдут время послушать. И это очень хорошо, как по мне. И вообще, конечно, будут приходить, если вам будут нравиться, какие-то мои крутые эксперты, знакомые по разным регионам, которые мы будем задавать. У меня есть идея 10 тупых вопросов, например, к американисту. И вот мы пригласим уважаемого моего знакомого, который занимается изучением США всю свою жизнь. И будем задавать ему тупые вопросы, которые нас всех терзают. Начиная, почему доллар до сих пор является доминирующей валютой, заканчивая, действительно ли Соединенные Штаты хотят захватить всю планету. И будем получать на такие вот вопросы довольно интересные ответы. Но это будет как бы в будущем все, если вам этот формат зайдет. А сегодня я предлагаю поговорить о книге. Почему о книге? И о какой книге? В первую очередь, почему, да? Потому что я вот все говорю, а вот почитайте вот это, посмотрите вот это. Но объективно я понимаю, что никто в большинстве своем ничего читать не будет. Потому что для этого нужно найти время. Для этого нужно подготовиться кому-то морально. Потому что вот я, например, когда читал Киссинджера, я не дипломатия вот эта здоровая. Я не мог просто так сесть, да, начать читать. Это для меня было очень тяжело. Он очень сложный. Мне надо было как-то настроиться. Это не всегда получалось. И поэтому я подумал, вот я уже говорил вам о таком человеке, который зовут Джон Миршаймер. Да, мы обсуждали его дебат с Макфолом, который, я надеюсь, интересующиеся люди посмотрели. И вот хочу сегодня поговорить о книге Джона Миршаймера, Great Delusion, которая называется. Почему, в принципе, вот пилотный выпуск, почему я решил поговорить именно об этом. А на самом деле Джон Миршаймер – это человек, который является огромным авторитетом в научной среде. В частности, политологи, да, международные отношения, вот это вот все. И при этом он дает довольно неординарный взгляд на происходящее в мире событие. Я бы даже сказал, не мейнстримный взгляд. Его идеи отличаются во многом от идей, которые сейчас доминируют на Западе. А Запад у нас, как естественно, так сложилось. К счастью или к сожалению, каждый выбирает сам. Это кузница вот этих вот всех фингтенков, идей, каких-то геополитических концепций и так далее. И вот Миршаймер, как выходец вот с этой, скажем так, с этого Западного фронта, он представляет довольно интересный, не мейнстримный взгляд на происходящее. У него вот в этой книге, в чем заключается идея книги, да, Great Delusion, которую мы обсудим. Он рассказывает о том, как Соединенные Штаты выстраивают свою политику, будучи либеральным государством. И объясняет, какие существуют ошибки и что вообще следует ожидать от происходящего. Опять же, я не могу сказать, что я согласен со всем, что говорит Джон Миршаймер. И в принципе, все, что мы сегодня будем обсуждать, это мнение исключительно Джона Миршаймера, которое я просто вам ретранслирую, да, потому что я книжку прочитал. Вот. Поэтому, как бы, я просто буду пересказывать вам его основные идеи. Почему идеи Миршаймера, они хороши? Миршаймер в этой книге выдвигает несколько, скажем так, аксиом, которые необходимо использовать при анализе деятельности Соединенных Штатов на международной арене. Почему это здорово? Вообще, международные отношения, когда еще вот вы учитесь в университете, еще много раз бывает такая ситуация, что вам, не знаю, там, например, предмет теории международных отношений, да, и там вам всегда будет один из вопросов в билетах, что дебаты относительно того, являются ли международные отношения наукой. Вот. И это всегда наводит на определенные мысли, что вообще это странно, что, в принципе, имеет место быть дебаты о том, является ли что-то наукой. И, очевидно, это что-то наукой не является, если есть дебаты о том, что это наука или нет, это такие взаимоисключающие вещи, да. Я считаю, что эти дебаты возникли, в принципе, потому что, ну, международные отношения действительно, как и любые вот эти сегментарные науки, они действительно отличаются от точных наук, потому что, ну, сложно говорить о каких-то научных открытиях, вот, условно, политология, да, какие научные открытия могут быть в политологии. Зачастую это просто работает таким образом, что какие-то там исследователи, они просто берут одни и те же какие-то события, которые происходили в мировой истории, или какие-то факторы, и придумывают им новое определение. То есть, вот есть, например, там, условно, сила, да, и начинается. Один, там, ученый считает, что сила может быть, там, военно-экономической, там, и политической, а другой считает, что еще есть культурная сила, и так далее, и так далее, и так далее. Вот, и они пишут об этом огромные труды, эти труды потом заставляют считать в университетах, и получается, как бы, такой порочный круг. Те, кто считал эти труды, потом вырастают, сами становятся аспирантами, пишут что-то похожее, и получается совершенно какой-то сюр. Мир Шаймер же предлагает вещи практически применимые. Это очень редкая вообще вещь в изучении международных отношений, когда автор предлагает вам практически применимые вещи. Он предлагает аксиомы, которые нужно использовать при вашей дальнейшей оценке событий, которые происходят в мире. Приведу пример. Мир Шаймер говорит, что любое общество, которое существует на нашей планете, у него есть тенденция к тому, что оно будет расширяться. Это аксиома по Мир Шаймеру. То есть, если мы принимаем эту аксиому, то мы рассуждаем таким образом. То есть, если есть какое-то общество, в любом случае оно будет расти, потому что это как закон природы будет работать для этого общества. То есть, любое общество стремится к расширению. И каким образом мы применяем эту аксиому? Например, когда не так давно в Афганистане пришли к власти после совершенно потрясающей военной операции Соединенных Штатов, ныне до сих пор запрещенной в РФ талибы. Всех очень обеспокоило то, что, возможно, они будут расширяться по всему региону. И свои какие-то идеи насаждать другим странам сопредельным. Вот это вот все. Талибы поспешили опровергнуть это все. Они сказали, что ни в коем случае. Нас вообще экспансия в регион не интересует. Мы не собираемся расширяться. Мы будем мутить только наши дела у нас на территории нашей страны. Ну, как мы сейчас видим, это немного не так, потому что вот последние события, происходящие на границе между Афганистаном и Пакистаном, они говорят о том, что все-таки нет, какая-то расширительная часть все-таки имеется. И если бы нас, принявших аксиому Мершаймера о расширении общества, спросили тогда, когда они заявили об этом талибы, что они не будут расширяться, нас бы спросили, вы верите им? Мы бы сказали нет, потому что любое общество имеет тенденцию к расширению. А когда талибы в очередной раз обстреляют пакистанскую границу, мы скажем, да, мы говорили об этом, общество имеет тенденцию к расширению. И принятие этой аксиомы, если бы мы были, например, какими-то пакистанскими политиками, мы бы использовали эту аксиому для того, чтобы устраивать нашу политику по отношению к талибану. Потому что они пришли, нам, как политикам Пакистана, надо как-то думать, что с ними делать. И талибы говорят не расширяться, а мы считаем, что нет. Они в любом случае будут расширяться, и, соответственно, будем принимать какие-то меры. И, собственно, вот это как одна, как работают, да, вот эти вот аксиомы, которые мы принимаем, которые предлагает Мишаймер. И что еще важно, эти аксиомы позволяют нам не зацикливаться на каких-то совершенно неинтересных и нудных дебатах относительно того, «А как что-то работает в международных отношениях?» То есть мы же могли очень сильно долго дискутировать относительно того, а как будет это общество расширяться, а какие факторы. Может быть, есть какие-то факторы, при которых общество не будет расширяться, или есть факторы, при которых оно будет расширяться, но меньше. И вот это вот все мы бы могли очень долго это обсуждать. И это наталкивает меня на пример с розетками и пальцами, которые в эти розетки засунут. То есть определенная аксиома заключается в том, что если ты засунешь пальцы в розетку, это будет неприятно для твоего здоровья. Мы можем рассуждать совершенно по-разному. Мы можем говорить, а что будет, если мы засунем один палец в розетку? Что будет, если мы засунем мокрый палец в розетку или сухой палец в розетку? Итог будет один и тот же. Тебе будет больно. Вот, как при изучении международных отношений. То есть это аксиома, да? К чему я веду? То, что применение вот таких вот аксиом, это очень полезно. Теперь поговорим о том, что Мершаймер непосредственно думает, его личное мнение о политике Соединенных Штатов. Но перед тем, как начать обсуждение идеи Мершаймера, нужно сказать, что он там оперирует двумя теориями основными, которые существуют в теории международных отношений. Это либерализм и реализм. Я не буду сейчас на них останавливаться, поскольку это самые базовые теоретические знания, которые предполагает наука о международных отношениях. Вот. И я думаю, что если вы даже не знакомы с этими двумя теориями, без проблем можно найти самую базовую информацию о них в интернете. Это делается довольно быстро. И сейчас я предлагаю поговорить именно об этих аксиомах, которые Мершаймер нам предлагает, которые мы в теории можем использовать для того, чтобы оценивать политику Соединенных Штатов. И прогнозировать, что стоит ожидать от этих ребят. Собственно, по Мершаймеру основная цель США это распространение так называемой либеральной демократии и свержение авторитарных режимов. И в конечном итоге получится мир, который переделан американцами по своему образу и подобию. И вот эта вот политика преследования либеральной гегемонии, которой пытаются следовать Соединенные Штаты, это политика, которая в значительной степени, что важно, ориентирована на элиту. Потому что внешнеполитические институты таких стран, как Соединенные Штаты, они гораздо более интернационалистично настроены, ну, космополитично, скажем так, чем общественность американская, например. Это в первую очередь объясняется тем, что либеральная элита, которая управляет Соединенными Штатами, она получает образование за рубежом, проводя свои студенческие годы в самых древних и авторитетных западных колледжах, университетах, которые за последние десятилетия стали крайне космополитичными и интернациональными. В этих институтах все привержены защите прав личности за рубежом, все какие-то националистические настроения, они крайне редко выставляются на показ, скажем так. Поэтому внешнеполитическая элита, получавшая образование в таких вот заведениях, она имеет очень сильную тенденцию к космополитизму. Кроме того, в либеральных государствах, в частности в Соединенных Штатах, внешняя политика это в первую очередь сфера компетенции государства. Конечно, и в таких государствах Китая и России это тоже, но Мир Шаймер именно здесь разбирает ситуацию США. И внешнеполитика Соединенных Штатов управляет политической элитой, которая материально заинтересована в проведении активной внешней политики. И по Мир Шаймеру попытка сделать весь мир либеральной демократией, это отличная возможность для американской политической элиты, чтобы создать огромное количество новых должностей. И как вот он ссылается на Стивена Уолта, который говорит, что либеральная геймония это стратегия полной занятости для внешнеполитического эстеблишмента. Довольно интересная мысль. Я не могу сказать, что я полностью с ней согласен, но мы здесь собрались за тем, чтобы обсудить основные идеи этой книги, автор которой является таким, если хотите, краеугольным камнем изучения современной геополитики. Вот. И, собственно, после того, как Мир Шаймер предлагает нам эту аксиому, что Соединенные Штаты, они видят свою миссию в том, чтобы установить демократии по всему миру, да, условно. Он начинает объяснять, почему это видение Америки, как Америки считается, оно не работает. В первую очередь он приводит пример относительно того, чтобы идея вот этой вот мира демократии могла функционировать, необходимо, чтобы в мире существовала иерархическая политическая система, потому что сама демократия в отдельно взятом государстве, она существует только, если есть какая-то иерархия, где есть аппарат принуждения, разные какие-то другие политические институты, которые могут как-то между собой кооперироваться для устранения конфликтов. Но, как мы знаем, в международной системе нет ни одного института, который бы мог приводить их к ответу, когда они нарушают какие-то общепринятые нормы. Никакого, скажем так, шерифа мирового не существует. И поэтому тенденция к распространению демократии по всему миру и по следующему установлению мира среди этих демократий, она по Мершаймеру немного выглядит сомнительно. Также Мершаймер рассуждает о идее прав человека, которые зачастую руководствуются Соединенные Штаты. И здесь вот важный момент, что мы привыкли рассуждать следующим образом, что вот Соединенные Штаты вторглись на Ближний Восток, потому что они хотели заполучить нефть. Существует вот такая вот идея. По Мершаймеру это не совсем так просто. А Мершаймеры пытаются объяснить взгляд Соединенных Штатов на эту интервенцию. Все гораздо сложнее, чем просто идея о том, что вот нефть мы захватим, украдем. Они действительно считали, что есть вот эта вот миссия, необходимость свергнуть не совсем либерального товарища, да, Саддама Хусейна. Просто проблема Америки в данной ситуации по Мершаймеру была в том, что их вот эта вот идея относительно необходимости свержения Хусейна, потому что он не является либеральной демократией, эта идея не жизнеспособна. Потому что в принципе распространение либеральной демократии повсюду невозможно. И помимо того, что нет какого-то в международной системе вот этого ночного сторожа, да, условно, который бы контролировал поведение государства, существует еще проблема то, что вот эти вот люди, которые учились в различных университетах, да, западных, и получили там вот эту идею о правах человека, они немного оторваны от реальности и не понимают, что существуют народы, которые не так относятся к правам человека, исключительно из их исторического какого-то, да, прошлого. Как к этому относятся, например, Соединенные Штаты Америки? Хотя мы прекрасно знаем, как Соединенные Штаты Америки относятся к правам человека, мы обязательно этого коснемся. Мершаймер, кстати говоря, объясняет вот этот вот парадокс относительно того, что Соединенные Штаты стремятся нести права человека за рубежом, и при этом нарушают права человека дома в том числе. И Мершаймер говорит о том, что очень многие народы мира просто не рассматривают права человека как такую же вещь, очень важную, как это делают Соединенные Штаты. Он говорит, что нет особо доказательств того, что есть вот огромное количество народов, которые считают, что права человека имеют какое-то большое значение для людей в политической жизни. Это на самом деле так, потому что если мы посмотрим на крестьянское население азиатских стран, которые составляют огромное количество населения этого региона, или мы посмотрим на африканские страны, у людей там, к сожалению, крайне тяжелые условия жизни, и поэтому им не совсем представляется возможным задумываться о правах человека. И это не значит, что права человека это что-то, о чем вообще нельзя даже думать и говорить. Это права человека это очень круто, особенно когда они соблюдаются. Это вообще потрясающая вещь. Но просто проблема в том, что у некоторых людей, если мы представим пирамиду Маслоу, как вот потребности, которые нужно закрыть, у некоторых людей не закрыты базовые потребности. А, к сожалению, у большого количества людей на нашей планете базовые потребности не закрыты. И именно поэтому, не закрыв свои базовые потребности, они немного не в состоянии размышлять о том, что там с правами человека. И по Мершаймеру Соединенные Штаты не совсем понимают вот эту вот идею. Ну и, конечно, огромное значение еще имеет культура, потому что любая страна имеет глубоко укоренившуюся культуру, которая очень сильно мешает каким-то привнесениям извне. Именно поэтому Соединенные Штаты завязывали после вторжения в Ирак, поскольку их культура вообще никаким образом не соотносилась с культурой иракских граждан. И тут есть такой еще интересный момент, что, как мы поняли, вот внешнеполитическая элита, она крайне подвержена вот этим всем идеям о либерализме, распространении демократии прав человека, поскольку они в такой среде всю дорогу образовывались и жили. Но при этом, как я уже сказал, это отличается от того, как размышляет американская общественность. И единственный раз в истории, когда американские войска участвовали в боевых действиях исключительно в гуманитарных целях, чтобы защитить права человека, это Сомали, 1993 год. И после того, как там погибло 18 американских солдат, Клинтон вывелся в свои вооруженные силы. Все были очень сильно потрясены этим в Соединенных Штатах, что ровно через год Америка отказалась отправлять в Руанду, где происходил геноцид войска, хотя было установлено, что эта миссия не должна была повлечь какие-то потери для американской армии. Также стоит обратить внимание на то, как Мир Шами рассуждает относительно того, были ли в принципе успешные попытки навязать вот эту демократию извне. И он обращается к различным исследованиям довольно авторитетных американских ученых, которые были проведены в разное время, и приходит к неутешительным выводам, к неутешительным для американского истеблишмента. Например, Мир Шами рассматривает исследования, я, кстати, все эти исследования опубликую в своем телеграм-канале, которая изучает 43 случая навязывания демократии другим странам со стороны Соединенных Штатов в период с 1800 по 1994 год. И это исследование приводит к выводу о том, что 63% этих попыток установить демократический режим, они потерпели неудачу. Профессора Нью-Йоркского университета Брюс Буэно, Демексито и Джордж Даунс сообщают о том, что с момента окончания Второй мировой войны по 2004 год Соединенные Штаты более 35 раз вмешивались в дела, развивающихся стран по всему миру. И только вот в Колумбии в 89 году они в течение 10 лет смогли установить какую-то более-менее стабильную демократию. И называют это тремя процентами успеха. Внимательный зритель может заметить, что в первом исследовании было 43 случая попытки изменить режимы на более демократические. Вот эти два профессора говорят о том, что было более 35 раз. Все дело в том, что это вот о чем я говорил ранее, очень много споров относительно того, а было ли это попыткой навязать демократический режим, как это оценивать. Ну то есть вот в международных отношениях очень часто огромное количество дискуссий, как мы будем это называть. Это очень сильно отравляет международные отношения, вот науку точнее. Но так или иначе, вот эти вот исследования, на которых ссылается Мир Шаймер, по его мнению говорят о том, что навязывание демократии по всему миру с идеей относительно того, что весь мир станет демократичным, это идея довольно-таки провальная. Внимательный читатель может задуматься относительно вот этих вот исследований и сказать, нет, существуют события в Восточной Европе 89-го года, которые демонстрируют, что экспорт демократии все-таки возможен. Но Мир Шаймер так не считает, он убежден, что события 89-го года это события, когда демократию никто не привносил, это события, которые были предопределены тем, что уже на местах давно были запросы на демократические преобразования. То есть не было как на Ближнем Востоке, когда неожиданно на них вот свалилась вот эта вот идея о том, что все мы будем демократичны. А Мир Шаймер вспоминает о реализме и о национализме и уходит в историю, рассказывает о том, что национальное государство, оно появилось впервые, первое национальное государство в Европе, Мир Шаймер называет Францию после французской революции. Потому что изначально, до того, как это произошло, вообще суверенитет в государствах, которые были на тот момент в Европе, он был закреплен за короной, а не за населением. Но когда национальное государство появилось, французы стали испытывать сильную преданность своему государству и были готовы за него сражаться. И этот национализм, он стал большим мультипликатором силы, который позволил наполеоновской Франции создать огромную массовую армию, которая захватила почти всю Европу. Потребовалось 23 года и 6 коалиций других великих держав, чтобы победить эту наполеоновскую армию, которая была построена на идеях национализма. И потом, когда европейские государства на все это посмотрели, они поняли, что единственное, что им необходимо сделать, чтобы быть такими же крутыми, как Франция, и больше такого не допускать, это тоже поддерживать вот эту идею о национальных государствах. И потом, когда мы увидим объединение Германии, политику Бисмарка, это яркий пример того, как вот национализм, он, в принципе-то, являлся отвергающей силой государственной политики. И Мершаймер говорит, что национализм и реализм – это две идеи, на которых было построено современное вообще государство. И поэтому все государства, которые сейчас существуют, они построены исключительно на этих принципах. И пытаться в эти государства экспортировать либеральную модель – это так, как делают эти Соединенные Штаты по Мершаймеру, это не особо хорошо. Вот он говорит, что… Он вспоминает слова Джона Грея, который сравнивает либерализм и марксизм, и говорит, что обе эти идеологии были просвещенными идеологиями, которые пытались построить универсальную цивилизацию. Как бы проводя вот такую параллель относительно марксизма и либерализма, не в том, что они похожи там как-то по своим тезисам, да, а исключительно на то, что это две просвещенные идеологии, и они обе хотели построить универсальную цивилизацию. Мершаймер вспоминает события Первой мировой войны, когда приверженцы вот этого вот марксистских идей, они считали, что рабочие стран Европы, они не будут брать оружие, чтобы воевать против друг друга, потому что их эксплуатируют вот эти вот все ребята. Но это было ошибкой, потому что рабочие сражались в рядах разных армий во времена Первой мировой войны, и идеи марксизма их не особо трогали. Они сражались и умирали за свои национальные государства. Просвещенная идеология, которая надеялась на универсальную цивилизацию, здесь не сработала. Он также рассматривает ситуацию на Украине и объясняет, естественно, как он говорил на дебатах с Макфолом, он возлагает вину за происходящее на Украине на Соединенные Штаты. Но он объясняет это тем, что Россия и западные страны, они просто работают по разным методичкам. Будучи реалистом, Путин и его друзья считали, что расширение НАТО, они были убеждены, для них это очевидно и сейчас, что расширение НАТО – это угроза национальной безопасности России, что звучит действительно логично, потому что когда НАТО, вообще какое-то объединение военное других стран подходит своим границам, это с точки зрения банальной логики задавает немного определенные вопросики. При этом Соединенные Штаты, как Макфол, они действительно не видели в этом ничего плохого, потому что для них это было просто распространение демократии. И именно поэтому из-за этого непонимания, где одни видят в этом хорошее, другие в этом плохое, по Миршаймеру произошел вот этот вот кризис. По Миршаймеру есть очень интересный парадокс относительно того, что Соединенные Штаты, которые пытаются экспортировать либеральные идеи за рубеж, сами эти либеральные идеи не сильно преследуют. По Миршаймеру либерализм за рубежом, он подрывает либерализм внутри страны. И главная причина для этого – то, что страна, которая пытается преследовать стратегию установления либеральной демократии по всему миру, у нее нет другого выбора, как создать мощную бюрократическую систему национальной безопасности для введения бесконечных войн, системы контроля и формирования мира по своему образу и подобию. И эту проблему очень хорошо понимали еще отцы-основатели Соединенных Штатов, например, Джеймс Мэдисон, который говорил, что ни одна нация не может сохранить свою свободу в условиях непрерывных войн. И Миршаймер говорит о том, что существует огромное количество свидетельств того, как либеральная демократия, которая постоянно занимается экспортом вот этих вот ценностей за рубеж, нарушает права человека в своей собственной стране. И он вспоминает политику Линкольна во времена Гражданской войны, которая была совершенно нелиберальной, подавление антивоенных голосов, антивоенных протестов во время Первой мировой войны, красный испуг после Первой мировой войны, гонения на японских граждан во время Второй мировой войны, маккартизмы во время Холодной войны и другие вот прочие перегибы, когда людей за их идеи, за их происхождение, за их позицию сажали в тюрьму, увольняли с работы, ну и всячески притесняли. Он вспоминает также Эдварда Сноудена и вспоминает также очень интересную штуку, которая называется «Акт о негласном наблюдении в целях внешней разведки». Это такой федеральный закон США, благодаря которому власть Соединенных Штатов могут устанавливать наблюдения за кем угодно. Мишаймер приводит интересную статистику, он говорит о том, что с 1979 по 2012 год вот этот вот акт использовался в Соединенных Штатах 34 тысячи раз. Этим занималось Агентство национальной безопасности. И вспоминает случай о том, что когда Федеральный апелляционный суд США постановил, что то, что делает АНБ, это незаконно, администрация Обамы просто проигнорировала это решение. То есть, эта ситуация демонстрирует то, что Соединенные Штаты не сильно заботятся о соблюдении прав своих граждан на частную жизнь, и это делается вполне себе на законодательном уровне. Интересно то, как он рассуждает про Обаму. Он говорит о том, что Обама пытался закрыть Гуантанамо, но у него не получилось, и при этом он не был заинтересован в появлении новых заключенных. Поэтому администрация Обамы составила себе так называемую матрицу дислокации. По Мершаймеру это такой список убийств людей, которые в теории должны были попасть в Гуантанамо, но администрация Обамы вызывалась убить их из-за беспилотников, чем арестовывать, везти туда и слушать обвинения в том, что они нарушают права человека. И Мершаймер приводит статистику, говоря, что с 2002 года по мае 2017 года было приблизительно 425 вот таких вот убийств с беспилотников. Кстати говоря, вот в этой вот идее либеральной гегемонии есть несколько теорий, которые объясняют, почему либеральные вот эти все штуки, да, они круче, чем какие-то другие. Например, это теория демократического мира, которая говорит о том, что демократии с друг с другом не воюют. Есть еще теория экономической взаимозависимости, которая говорит о том, что страны, которые экономически между собой очень сильно связаны, они не будут с собой воевать, потому что они якобы тогда потеряют огромное количество своей прибыли. Ну а также существует еще и теория либерального институционализма, которая заявляет о том, что государства, которые участвуют в разных международных институтах, например, в Организации Объединенных Наций, они в принципе-то будут сотрудничать, и поэтому это все очень замечательно. Но Мершаймер говорит о том, что у каждой из этих теорий, как бы объяснений преимуществ, да, вот этой вот либеральной демократии, есть определенные проблемы. Говоря о теории демократического мира, Мершаймер, пытаясь его провернуть, как по мне приводит не слишком убедительный доказательство, он просто перечисляет войны между демократиями. Он туда относит Первую мировую войну, войны Британии со своими бывшими колониями, это англо-бурские войны, испано-американскую войну и каргильскую войну между Индией и Пакистаном 99-го года. Не скажу, что это звучит очень убедительно, хотя потому что три из этих примеров случились довольно давно, а война между Индией и Пакистаном, мне кажется, притянута за уши, хотя потому что Соединенные Штаты сами не могут определиться, как они относятся к Индии, потому что когда-то оедет Энтони Блинкен и говорит о том, что Индия – это самая большая демократия в истории, а спустя некоторое время комиссия Соединенных Штатов по правам человека публикует репорты, в котором обвиняет Индию в нарушении прав человека на религиозную свободу, нарушение прав человека, прав на свободу прессы и так далее. И потом там выдвигается огромная сентенция относительно того, как Индия недемократически себя ведет. Проблему теории экономической взаимозависимости Мин Шаймер пытается объяснить тем, что зачастую политические вопросы они берут верх над экономическими. Также он вспоминает ситуацию, когда Ирак вторгся в Кувейт в августе 90-го года. И если бы это было все в духе экономической взаимозависимости, этой теории либеральной, да, Ирак бы этого не сделал, потому что между Ираком и Кувейтом тогда были очень тесные экономические связи. Но Мин Шаймер говорит о том, что в определенные времена очень хорошие экономические связи могут рожать торговую напряженность между торговыми партнерами. И именно это и произошло, потому что Кувейт нарушал ограничения на добычу, у которой были установлены ОПЕК и снижал доходы Ирака, собственно, от продажи нефти. Третья либеральная теория – это либеральный институционализм. И это самая слабая из трех теорий, которые оправдывают насаждение либеральной демократии по всему миру, а именно теория экономической взаимозависимости и теория демократического мира. Либеральный институционализм, он говорит о том, что международные институты являются крайне важными в международных отношениях. Но здесь мы вот опять наталкиваемся на проблему отсутствия высшей инстанции, которая могла бы убедительно угрожать каким-то государствам, которые себя плохо ведут на международной арене. Ярким примером, когда страна нарушает что-то, несмотря на то, что ООН против этой бомбардировки Югославии и Ирака, тогда не было необходимой резолюции Совбеза ООН, которая санкционировала эти войны, но Соединенные Штаты это игнорировали. И, собственно, поэтому вот эта вот теория – это полная несостоятельная штука. Мершаймер считает, что Соединенные Штаты должны установить какие-то определенные регионы, в которых они были бы готовы рисковать войной. Таким регионам он относит территории в непосредственной близости от Соединенных Штатов, районы, где находится страна, которая по мощности плюс-минус соответствует Соединенным Штатам, или районы, где расположен какой-то критически важный ресурс. И Мершаймер выделяет три региона, где Соединенные Штаты, по его мнению, единственные регионы, где они должны быть готовы к развязанным войны. Это Европа и Восточная Азия, потому что там находится Китай, Россия, и Персидский залив, потому что это основной источник нефти. Это означает, что Соединенные Штаты не должны были вести войны в Африке, в Центральной Азии или в тех районах Ближнего Востока, которые расположены за пределами Персидского залива. В принципе, что-то похожее говорили реалисты во время Холодной войны, которые считали, что США не стоит воевать в Третьем мире, поскольку эти страны не имеют какого-то большого стратегического значения. Например, война в Вьетнаме, которая на самом-то деле мало что меняла для глобального баланса сил. Какие-то там серьезные стратегические последствия не ожидались. При этом реалисты, такие как Мир Шаймер, они осторожно относятся к применению силы, потому что они понимают, что применение силы, согласно логике баланса сил, составит другие страны сдерживать этого агрессора. Даже если этот агрессор – это либеральная демократия. Однако теория баланса сил нынешними либералами отвергается, как неактуально, в 21 веке. И поэтому либералы, они гораздо менее сдержаны в применении военной силы, чем реалисты. Интересно еще вспомнить времена Холодной войны ту самую теорию Домино, которая утверждала, что установление вот этих вот режимов коммунистических в Южной Азии, да, оно повлечет установление их по всему региону. Но Мир Шаймер отвергает эту теорию, потому что возвращается к тому тезису о том, что национализм – это гораздо более мощная теория, чем коммунизм. И гораздо более мощная теория, чем либерализм и демократия. Он говорит о том, что Хо Ши Мин, он был одновременно и коммунистом, и ярым националистом. И он был заинтересован в отношениях с Соединенными Штатами после Второй мировой войны. Но администрация Трумэна, она просто отвергала его предложение, просто потому, что он был коммунистом. И по итогу это привело к тому, что Америка вела долгую жестокую войну против Вьетнама, которая была основана на ошибочных каких-то опасениях, привнесенных теорией домино. В общем, подводя небольшой итог, можно сказать, что Мир Шаймер предложил нам некоторое количество аксиом относительно политики Соединенных Штатов. Они заключаются в том, что политика Соединенных Штатов подразумевает ведение постоянных войн, высокий интервенционизм, непримиримое отношение к странам, политические режимы которых отличаются от политического режима Соединенных Штатов. Ну и, конечно, нарушение прав человека в своей собственной стране в попытках экспортировать либерализм за рубеж. И еще вот говоря про нарушение прав человека в процессе экспорта демократии за рубеж, стоит отметить, что в ходе этих самых интервенций для смен режима права человека, естественно, тоже нарушаются. Потому что, как мы помним, постоянные войны создают систему по Мершаймеру, которая эти постоянные войны обеспечивает и подавляет либерализм. А эти военные интервенции это как раз часть системы, которая просто пытается экспортировать вот эти вот идеи за границу. Конечно, этого подкаста будет абсолютно недостаточно для того, чтобы понять Мершаймера. Я думаю, многие однокурсники, которые когда-то грызли со мной гранит наук, если послушают этот подкаст, будут очень сильно недовольны тем, что я упустил какое-то огромное количество деталей, которые они бы посчитали важными. И, безусловно, я много чего из этой книги сейчас не рассказал, просто потому, что я все еще надеюсь на то, что мои призывы к прочтению этого труда дойдут до большого количества людей. Потому что это на данный момент одна из таких основополагающих книг, благодаря которой мы можем понять международные отношения чуть лучше. Ну и, конечно, я не призываю вас принимать все, что пишет Мершаймер или говорю я на этом подкасте в качестве истины в первой инстанции. Самое главное, что необходимо делать, это изучать как можно больше разных источников информации. Можете читать либералов, консерваторов, исследователей из Америки, исследователей из стран Азии. Это необходимо делать для того, чтобы у вас было огромное количество разных мнений, изучение которых поможет вам сформировать критическое мышление. И я надеюсь, что в принципе в ближайшем будущем вновь запущенный YouTube-канал Дипломат и те выпуски, которые там есть уже сейчас, какие-то заметки в Telegram-канале, подкасты, которые вам, возможно, будут интересны. Все это поможет вам в формировании вашего критического мышления относительно международных отношений, событий, которые происходят сейчас. Как мне представляется, это особенно важно в условиях информационной войны, в которой мы сейчас находимся. И очень много источников информации зачастую подают вам только то, что они хотят, чтобы вы услышали или прочитали. Ну, получилось как-то так. Вообще, если говорить про мои ощущения от записи подкаста, это дело оказалось очень сложным. Даже не думал, что реально это такой долгий процесс. Я начинал записывать, я перезаписывал, я сводил, там пытался убрать какие-то ненужные звуки. Я потратил на это в большей части где-то дня два, чтобы вот это вот все записать. Поэтому я понимаю, что огромное количество неточностей в сведении может быть. Я прошу вас написать мне в комментариях в телеге к посту, где будет этот подкаст. Огромный фидбэк, если кому-то не будет лень это сделать. Поминутно. Кто, где, что нужно исправить, что нужно улучшить. Естественно, нужно будет еще отработать качество самого повествования, потому что где-то в моментах я мог что-то упустить, что-то как-то сказать не особо понятно. Но я прошу простить меня за это, потому что именно в таком формате это был у меня первый опыт. Я уверен, что в будущем он станет гораздо лучше. Большое спасибо, что вы сегодня провели это время с каналом Дипломат. Я даже не знаю, сколько времени вы с ним провели, потому что я не знаю, финальное время, я еще не монтировал все до конца. Но в любом случае мне очень приятно. Спасибо отдельно тем, кто ставит реакции. Есть люди, которые очень часто пишут комментарии. Эти комментарии очень вдумчивые. Они даже порой меня на какие-то новые идеи наводят. Это реально очень круто. Я вижу, что иногда случается здоровая дискуссия относительно важных вопросов. Это потрясающе, потому что в дискуссиях, как известно, как и в спорах рождается истина. А истина, поиск истины, это можно сказать в каком-то смысле даже смысл жизни. Поэтому я очень вам благодарен. Я надеюсь, что вы и дальше будете оставаться с каналом Дипломат. Пожалуйста, не забывайте писать комментарии, ставить реакции и, конечно же, ждать нового выпуска, который уже прямо сейчас Саня монтирует. Я надеюсь, у Сани все хорошо. И, пожалуйста, не забудьте написать про фидбэк, который я обязательно использую для того, чтобы улучшить следующий подкаст. Я думаю, что в любом случае я попробую выпустить еще парочку подкастов, где я буду вещать что-то один. Есть еще пара идей чисто геополитических, обсудить события в разных отдаленных регионах планеты. И потом, когда уже как бы подкасты в одиночку будут получаться более-менее нормальными, я приглашу моего очень хорошего знакомого, и мы будем с ним разговаривать про Китай и зададим ему интересные вопросы, на которые мы бы хотели получить ответы. Ну, а пока что я пошел, мне это надо все смонтировать и еще успеть отдохнуть, потому что я последние несколько дней сплю примерно 0 часов. Спасибо большое, до новых встреч, дорогие друзья. Субтитры сделал DimaTorzok